Приветствую всех! Перед вами проект Аполлон. Этот проект будет лидером в цифровой индустрии развлечений в ближайшем будущем. Как мы все прекрасно знаем, в этой индустрии оборачиваются миллиарды долларов в разных валютах. И вот так получилось, что к моменту моего обзора на сайте произошла поломка, связанная с тем, что слишком много людей приобретали токены данного проекта. И вот, собственно, они немножко поломались. Вот это сообщение говорит как раз об этом. Буквально еще на днях я смотрел, все было отлично. Да, ICO началось с 16 июля. И вот сегодня 26-е. Была очень впечатляющая сумма собрана у проекта. И вот буквально как раз к моменту записи произошел такой сбой. Но тем не менее, я расскажу вам в этом проекте. Возможно, он вас заинтересует и будет вам полезен. Как я уже говорил, на данный момент индустрия развлечений занимает в мире одно из важных мест. И в ней оборачиваются миллиарды долларов в разных валютах. Проект Аполлон должен предоставить более совершенную структуру благодаря блокчейн-технологии. Аполлон даст бизнесу возможность для поиска новых клиентов путем публикации коммерческих предложений. Концепция бизнес-модели проекта Аполлон заключается в следующем. Это создание платформы на основе множества развлекательных предложений. Применение этих технологий блокчейн обеспечит платформе большую надежность и безопасность. А также надежные инструменты для платежей, шлюзы, через которые они будут размещаться. Как вы поняли, ребята решили подойти глобально к проекту и стать лидерами рынка. Как мы с вами прекрасно знаем, чтобы достичь такой цели и стать лидерами рынка, для этого нужно чем-то очень выделиться. И вот, собственно, они этим как раз и на это внимание и акцент сделали. То есть, ну, как бы рекомендую вам самостоятельно, конечно, прочитать всю эту информацию, которая вот сейчас перед вами. Русскоязычной версии перевода нет, но воспользуясь Google переводчиком, можете перевести и все узнать. Передук технической документации. 69 страниц посвящено ей и вся информация находится именно здесь. Здесь, как вы заметили, на сайте информации мало, но технической документации достаточно богата информацией по проекту. Включая и то, чем же они хотят отличиться от остальных проектов. А это вот некоторые качества, в основе проекта Аполлон заложены следующие качества. Это BFT-DPOs, византийский откаустойчивый консенсус, делегированное доказательство доли. Протокол связи LongTouch, инструмент для обмена сообщениями 2.io, подписи EnterUsing и алгоритм хеширования TCAG 512. Если вы в этом разбираетесь, то вы поймете, о чем тут речь. Платформа Аполлон позволяет использовать технологию межсетевого взаимодействия, позволяющую различным блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Это поможет обеспечить более эффективную, удобную, безопасную и стабильную обработку данных. Ну и как бы здесь вот вся эта информация и находится. Для привлечения, кстати, средств на разработку команда проекта планирует выпустить 2 миллиарда токенов. В ходе нынешнего этапа ICO будет реализовано 248 миллионов токенов стоимостью по 1 доллару за штуку. Все привлеченные средства будут использованы для разработки и запуска инфраструктуры Аполлон блокчейн. На построение экосистемы, маркетинга, создание веб и спортс, онлайновой игровой инфраструктуры, создание платежной и расчетной системы, криптовалюты, собственно, кошелька и так далее. То есть, ну как бы вот вы поняли, перед вами сырой проект, у которого есть очень интересная задумка. И вот как бы для воплощения в жизнь этого проекта проводятся ICO и собираются средства. В общем, если вас заинтересовал этот проект, рекомендую ознакомиться с ним более детально самостоятельно и подписаться на социальные сети проекта, чтобы быть в курсе по последним сообщениям и новостям. Вот перед вами Twitter и Facebook, где новости дублируются. И в зависимости от того, что вам удобнее использовать, вы можете, подписавшись, быть в курсе, что происходит. Также есть группа Telegram, в которой 2000 участников. И здесь живое общение 24 на 7. Можете задавать вопросы, спрашивать, все вам ответят, все здесь узнаете. Ну вот, собственно, такой вот любопытный проект. Следующее видео запишу после того, как будет исправлена эта ошибка. Надеюсь, вам было интересно этот обзор. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...